Шабах шалом Избравший нас из среды народов И даровавший нам Тару свою Благословен Ты, Господь, дающий Тару Располагайтесь, удобно? На этой неделе Мы вспоминаем Недельную главу Итро Для кого-то первый раз Для кого-то уже далеко не первый И повторять нужно Повторение мать учения И один мудрый человек сказал, что Тот, кто не повторяет Когда учится, то Он подобен тому Человеку, который посадил урожай А потом его не собрал Повторять очень важно Это важный принцип Нашего учения И начинается эта глава так И услышал Итро, священник Медианский Тесть Моисеев О всем, что сделал Бог для Моисея И для Израиля, народа своего Когда вывел Господь Израиля из Египта И взял Итро, тесть Моисея, цепору Жену Моисееву Пред тем возвращенную И двух сынов ее И Итро приходит к Моисею С женой Моисея и сыновьями Приходит к нему в пустыню Это очень важный момент В пустыню В пустыне жарко Как мы все знаем Не все были в пустыне И, конечно, это была очень радостная встреча Моисей давно не видел жену Детей Они очень обрадованы были этой встречи Это, конечно, эмоций было много И Итро, ему интересно было Из того, что я только что прочел Ему интересно было знать подробности Как все происходило Он слышал слухи Люди разные говорят И он хотел узнать Что на самом деле происходило От того человека Который был основным Можно сказать, ведущим И когда Моисей Рассказал ему Всю ситуацию Как все происходило В подробностях То Итро Он обрадовался за евреев За то, что Бог так Чудесно спас Моисей и евреев От гибели И Наверное Многие из вас Слышали Такую фразу Барух Ашем И вот Впервые Вообще эти слова Произнес Именно Итро Впервые встречается И это даже Записано у нас И сказал Итро Благословен Господь Который избавил вас Из руки египтян И из руки фароновой Который избавил народ этот Из подвласти Египтян Ныне узнал я Что Господь велик Итро Итро Он прославил Господа Он когда-то был Язычником Когда-то был Идолопоклонником И впоследствии Итро Он уверовал В единого Бога Итро Последовал За единым Богом За Тем Богом За которым следуем мы И на следующий день Моисей В пустыне Сел Судить Народ Итро Наблюдает Такую картину Сидит Моисей К нему Огромная очередь Жара Все Люди Ожидают Решения Моисея Конфликтные Ситуации Все они решались Через Моисея Сложные Несложные Самые простые Какие-то Сложные Несложные вопросы Все идут к Моисею Моисей нас рассудит И конечно же Конечно Атмосфера была Жуткая То есть Это Ну Вы понимаете Да Что Люди Скажем так Которые живут На севере Они Такие Сдержанные Они Скупы На эмоции Совсем другое Дело Это Люди Которые Живут На Ближнем Востоке Да То есть Эмоции Очень И Тро И Тро И Моисей И Ну я представляю себя Приблизительно Это выглядело так Моисей говорит Я так устал Так устал И Тро говорит Да Да Я вижу Устал Да Ну что 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 Как А как же Иначе Он говорит Что ж ты мучаешь себя Ты мучаешь людей Что ты делаешь Он говорит Ну а как Люди приходят ко мне Решать вопросы Я Я Веду суд Я говорю Как Бог хочет Как По Божьему закону Все И Тогда Тогда И Тро говорит Послушай Я тебе Дам совет Попробуй Итак Послушай Слов моих Я дам тебе совет Который И будет Бог с тобою Будь ты для народа Посредником Перед Богом И представляй Богу дела его Научай их Уставам И законам Божьим Указывай им Путь его По которому Они должны идти И дела Которые они должны делать Ты же Усмотри Из всего народа Людей способных Боящихся Бога Людей правдивых Ненавидящих корысть И поставь их Над ними Тысячи начальниками Сто начальниками Пятидесяти начальниками И десяти начальниками И пусть они Судят Дела попроще Если будут Очень сложные Очень запутанные Дела То тогда пусть Уже приходят К тебе Когда будет Очень сложная Ситуация Которую не смогут Решить Эти люди И Слава Богу Что Итро Маше Маше Он послушался Этого совета Он не отверг Этот совет Он Попробовал И получилось Просто Замечательно Эта Очередь Исчезла Вопросы Стали решаться Быстро Есть такое Выражение Жить стало лучше Жить стало веселее То есть Уже не нужно было Мучить людей Это в пустыне То есть Я повторяю Это в пустыне Это все очень сложно И Очень Хорошо говорит Царь Соломон В притчах От высокомерия Происходит раздор А у советующихся Мудрость Мы в жизни Очень часто Видим Такую Подобную Ситуацию У человека Очень много Дел Он действует Один Все делает Сам И конечно же Конечно же Это Большая проблема Со временем Человек Становится Нервным Истеричным Это проблема И для него И для всех Остальных В итоге Мы знаем Такое Понятие Как выгорание То есть Человек Просто выгорает И все И он все Бросает И ничего Уже не хочет Просто Человек Истощается Физически И душевно И Скажем так Ну Все мы Кто-то Кто-то сам Совет А человек Он уже Не слышит Он Не хочет Слышать Он Говорит Не лезь Ко мне Со своими Советами Не хочу Тебя Слушать Кто ты Такой Мог так Сказать Моисей Мог Он Мог Сказать Слушай Итро И так Без тебя Тяжело Я с самим Богом Разговариваю Кто ты Такой Что ты Мне тут Советуешь Но он Так Не Сделал И Писание Называет Моше Кратчайшим Человеком Самым Кратчайшим Человеком Из всех Людей Это Действительно Было Так И Вот Эта Работа В команде Когда Мы Работаем Вместе Что-то Делаем Вместе Приносит В разы Больше Результатов И Я хочу Пользуя Случаем Поблагодарить Общину Я Был Приятно Удивлен Сколько Людей Пришло Помогать В воскресенье Я Просто Видел Вот этот Энтузиазм В людях Я Очень Вам Благодарен Я Сам Был Столько Не Сделал Я Был Я Был Столько Не Смог И Человек Который Делает Сам Он Что-то Увидит Он Очень Такой Критичный Да Вот Уходи Ты Не Так Сделал Ну Ну Да Ну Не Так По Своему Это Нужно Учитывать Что Человек Он Делает Как Он Понимает Как Он Может Ты Можешь Просто Прийти Поправить Помочь Вот Здесь Не Так Вот Давай Сделаем Так И Все Вопрос Решен И Еще Царь Соломон Говорит Очень Хорошие Слова Это В 15 Главе Записано Что Без Совета Предприятие Расстроится А Множество Советников Они Состоятся И Я Благодарю За Всех Тех Наставников Которые Помогали Лично Мне Когда-то Которые Давали Добрый Совет Я Всегда Очень Благодарен И Вспоминаю Этих Людей В Команде Всегда Работать Лучше Я Понял Этот Принцип Что Когда Мы Делаем Вместе На то И Община Когда Мы Приходим Мы В среду Мы Вместе Молимся Это Больше Чем Молитва Одного Человека Даже Если Это Человек Духовно Очень Сильный Но Когда Мы Собираемся Вместе Это Совсем Другое Дело Это Намного Мощнее То есть Сила Сила Нашей Общины Очень Большая Я Наверное Еще об этом Будут Говорить Я Хочу Чтобы Все Приходили Как Можно Больше Людей Приходило На Молитву По Средам Это Это Очень Важная Часть Нашего Служения Общая Молитва Конечно Мы молимся Каждый Сам Дома В семье Но Вместе Вместе Мы Восвобождаем Колоссальную Духовную Силу Дорожите Временем Написано В Писании Ибо Дни Лукавы Пусть Нас Бог Благословит Быть Отзывчивыми Если Человек Дает Нам Добрый Совет Если Человек Хочет Нам Помочь Пусть Бог Нас Благословит Аминь Благословит Субтитры создавал DimaTorzok